добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня давайте рассмотрим вариант заряда аккумуляторной батареи частности тюмень с лосьон в один прогон вот с такими показателями батарейка пришла давайте еще раз замерим я дело в том что я дали уже водички поэтому плотность мерить мы не будем так вот так сейчас немножко расскажу о батарее вот 580 ампер ну то же самое 706 86 по суху 25 процентов по заряду 507 амперу батарейка выдает сопротивление 544 напряжение 1215 то же самое что мы записали так хозяин владелец этой батареи ездить на фольксвагене фольксваген гольф и имеет запасе две батарейки почему 2 ездить на рыбалку и пользуются там светом всем прочим и одна батарейка у него как бы будем так говорить оборотная на одной допустим приехал и и снимает ставит в палатку там батарейки которая в багажнике ставит под капот чтобы она завела автомобиль и вот такой круговорот у него проходит летом он этой батареи не пользовалась и вследствие этого батарейки у нас высадилась батарея двадцать первого года 21 года август месяц ролик хочу снять не для того чтобы показать как я заряжаю именно конкретную батарею ролик я снимаю в основном для тех людей которые нуждаются в моем опыте которые хотят его перенять и которые работают с батареями но дело в том что много очень много случайных людей попадает на мой канал которые пишут всякие гадости я стараюсь на них не обращать внимание но честно говоря искали выбивают я не блогер я об этом уже неоднократно говорил что просто и желание поделиться своему вот и все был бы волгер да я бы таратурил там пальцы веером сопли пузырем моя задача не в этом я показываю все наглядно и хочу чтобы те люди которые ждут моих роликов которые смотрят их чтобы они просто-напросто поняли принцип заряда аккумуляторных батарей дело в том что да многие пишут почему ты не заряжаешь не по госту почти давайте разберемся с гостами ну вот эта батарейка она сделана уже по новому госту двадцатого года от двадцатого года но мы видим технические условия гост это одно технические условия это совершенно разные вещи и технические условия от 2010 года поэтому если были батареи сделаны строго по госту мы бы работали с ними строго по госту но опять же это при условии того что у нас батарея эксплуатируется и обслуживается тоже строго по госту если есть какие-то отклонения гост вам не поможет он не вам не мне никому не поможет по госту можете кувыркаться с батареей с утками с гусями толку не будет вы не поднимите в жизни не поднимите не плотность и полностью батарею батарея не примет заряд следующий момент на что я хочу обратить внимание это вот часто задаваемые вопросы почему вы не пользуетесь бережками там все прочим я смотрю некоторые уже начали писать что я работаю с кипятильниками с так называемым вот этим кипятильником я хочу сказать ребята вы для начала поймите принцип заряда а потом уже называйте зарядные устройства кипятильниками кипятильники у вас в голове причем он не кипятит он просто разрушает ваш мозг потому что но основном пишут те кто как раз и пользуются там всякими бережками зусами и всем прочим теми приборами которые как они говорят поставил на зарядку и забыл ни одно зарядное устройство не имеет интеллекта ребят как бы они не обзывались там сама наводящимися самоблокирующими сама зарядными сама 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 нету такого и поэтому нужно в первую очередь понять принцип заряды и исходя из этого потом работать я так говорю потому что имею честно говоря на это право через мои руки проходят очень много батарей вот примеру вот это вот у меня батарейки с которыми я уже поработала их сегодня заберут и сейчас я включу свет зарядном боксе и на сегодняшний день это ежедневная моя работа вот стоит 190 тюменко это ежедневная моя работа и поэтому я имею право так утверждать те люди которые пытаются дать советы которые утверждают на примере своей личной батареи которую они заряжают раз там в полгода блять и пытаются ставить свои пять копеек зарядный процесс друзья еще раз хочу повториться мой канал не для случайных людей не для хамов там этих и первых хайперов и всего прочего для тех людей кто хочет понять принцип заряда аккумуляторных батарей не гост и не литература вам в этом не поможет пока вы не поймете как с этой батареи как с батареями работать вообще но в частности с этой батареи так как у него показатели принципе неплохие отличные единственное что насильно отстаёт плотность 118 при всем при том что я еще дали в эту батарею в каждую банку по 20 миллилитров воды кроме вот этой баночки которую я дали на 10 здесь плотность отставала и плотность была 117 так ну что ж подключаем наш кипятильник в импел 57 кипятильник блять еще кто-нибудь напишет дело в том что такую херню дело в том что мне как оставляют комментарии мне приходят оповещения и вот больше там крайнем случае пяти минут вы на моем канале больше не продержитесь но это у нас казахстане любимое слово долбоеба для тех но это я не хотела так говорить но вылетела словно не воропей не поймаешь так подключая наш в пивочек прекрасное зарядное устройство и ставим настроечки так 12 6 ставим 3 ампера 31 пойдет и 17 вольт заряжать будем эту батарею один прогон постараемся по крайней мере если у нас не получится зарядить в один прогон хотя бы мы определимся в здоровье этой батареи то есть напряжение окончания заряда нам первый прогон он прекрасно покажет если мы если напряжение окончания заряда будет ниже 16 вольт значит будем эту батарею качать так не звонят пока прекращаю запись и включу чуть позже так мы продолжим нашу лекцию так вот этот первый прогон нам даст понять как дальше работать с этой батареи и в принципе если время позволяет желательно вот этим воспользоваться именно вот таким методом если время не позволяет если батарею нужно оставить на ночь что я работаю с двумя циклами или с двумя стадиями как вам удобно будет удобнее первая стадия 14 7 14 8 и в районе 10 процентов после 13 вольт и именно вот этот метод который позволяет нам если позволяет нам время пятью процентами выгнать на напряжение окончания заряда если она выше 16 с половиной все нормально делаем несколько циклов и смотрим на плотность то есть окончание заряда это будет повышение плотности до 1 28 1 27 1 28 это опять же все зависит от возраста батареи чем старше батарея тем возможно что плотность будет там на точку на полторы ниже чем хотелось бы а хотелось бы нам конечно выгнать 129 потому что сейчас почему-то последнее время именно такая плотность идет на батареях так ну пока будем мониторить эту ситуацию и потом как только заряд подойдет напряжение окончания опять включим нашу запись вот как раз к вопросу о том что нет двух одинаковых батареи и все батареи во время заряда ведут себя по-разному значит вот привезли мне еще одну тюменку это тюменка 19 года здесь 19 этой 3 года батарейки также кальций кальций гост тот же технические условия те же а нет здесь гост у нас 2008 но эта батарея была высажена очень быстро то есть если эта батарейка у нас высаживалась продолжительное время простой подключение там всяких осветительных приборов что там в палатке находится то есть медленное высаживание здесь высаживание было очень быстро машина не заводилась и гоняли до упора пока она перестала крутить вот такие показатели с которыми ее привезли нрц примерно одинаково и работать будем также новой пилочке и также будем ловить напряжение окончания заряда вычислять опытным путем и уже исходя из этого будем дальше работать с этой батареи так 3 амперчик оставим пять процентов но это 60 батарея если первая батарея 62 и напряжение окончания заряда 17 вольт вот так вот эта батарейка у нас уже долетела до 15 1 вольт а и напряжение продолжает неуклонно расти напоминаю что у нас работа в один прогон ну что друзья конец рабочего дня пора собираться домой и сейчас мы видим вот такую картину один из вымпелом вымпевал нам сказал что все работать я не хочу кстати прошло 642 часа после начала работы с той более свежей батареи с этой часа на 2 наверно меньше и вымпелочек нам говорит что работать я больше с этой батареи не хочу отключаем давайте замерим плотность что у нас в этих батарейках с плотностью и просто мой комментарий к тому что почему этот вымпел вернее это тюменка закончила свою деятельность пораньше чем вот это тюменка ну во первых это тюменка она процент заряда в нее больше а сок меньше это говорит о том что в ней все-таки емкости уже побольше чем в этой вначале 60 и 62 ампера разница небольшая но в принципе время делает свое дело и теперь она уже существенная это батарейка у нас еще заряжается полным ходом как бы нос дошел до 15 6 вольт но я сегодня работу с ней прекращу прекращаю также отключаем и пусть поработает инертный заряд сегодня она дошла до 15 6 вольт завтра начнем еще один цикл и посмотрим сколько же будет до сверки будет разгоняться нос на тех же амперчиков итак смотрим плотность так плотность у нас 120 было 118 условно но 118 мы мерили я мерил без долива воды так как я долива водички то плотность естественно она еще уменьшилась так ну сейчас плотность 120 в более свеженькие батарейки отключу вытяжку тоже одну из вытяжек вернее кто голова будет здесь плотность была 119 и как видим плотность у нас 122 122 на сегодня будем так говорить результат неплохой отключаем крокодилы так часть батареек забрали часть привезли еще на сегодня работать хватит с утра начнем наши нашу лекцию по новой сначала ну что друзья утро 18 сентября приехал на работать немножко попозже смотрел бой головкина с альварисом расстроился конечно наш бой еще впереди давайте продолжим работу с нашими тюменками включаем зарядники так здесь мы добавим 31 ампера 31 здесь 3 и будем посмотреть как они будут сегодня подгребать напряжению окончания заряда загадывать не будем давайте будем посмотреть прошло буквально 8 минут после начала заряда забыл замерить плотность давайте сделаем это через 8 минут после инертного заряда и посмотрим на динамику так старенькая тюмень 123 было 1.22 на точку плотность поднялась во время заряда здесь у нас 1.20 было 1.20 так и осталось динамики за время инертного заряда и отстоя не произошло ну заодно хочу поговорить вот тех ситуациях с которыми приходится сталкиваться частых ситуациях это вот две ювбишки у меня и эвбишки и эвбишки и эвбишки и эвбишки неплохие батареи очень крепкие так отключу не мешало и проблема в чем вот допустим что касаемо вот этой батареи 75 75 батарея а смысле немножко ушел батареи довольно крепкие но сдуру как говорится можно и хрен сломать умудряются умотать эти батареи за два года бывает за год что интересно этим обе батареи лично я выбирал ездил на выбор это батарейка у нас 19 года и уже три года это у нас двадцатого ей два года и состояние обоих батареи уже не айс а почему сейчас попробую объяснить вот эта батарейка стоит на автомобиле на котором ездит любитель музыки миломан и в этом автомобиле установлено аж два сабвуфера одного показалось видимо мало воткнут был второй там усилители охуители всякого эта хрень которая связана с громкой музыкой и что происходит что происходило с этой батареи во время эксплуатации ну парнишка естественно подъезжает какой нибудь толпе там я не знаю друзьям товарищам очень важно вылазить с этой машине ушки врубает музычку на всю громкость открывает там багажник двери и все наслаждаются громкой музыкой устраивают там букотряс все прочее а в это время батарея высаживается и она работает до тех пор пока не появляются хрипы от того что усилить усилитель уже не хватает энергии только после этого молодой человек заводит машинешку она еще хватает энергии чтобы завестись да и двигатель в принципе прогретый на автомобиле установлен усиленный генератор я не знаю смик 31 наверное мощность там порядка 300 ампер и после того как вот эта батарейка высадится на радость булкотрясом заводится двигатель и все вот эти 300 ампер ну не побоюсь этого слова ебашат по пластинам в итоге отбивается активная масса обмазка с пластин и были такие случаи что мне привозили EFB у которых порваны вот эти стекломаты стекловолоконные сепараторы и в результате этого были такие случаи что банки замыкали хотя конструктора неплохо поработали над тем чтобы избавить эти батареи от такого от такой не частой неисправности как замыкание но наши парни они способны на многое несмотря на то что батареи два года я не думаю что будут результаты впечатляющие но тоже посмотрим по результату что касаемо вот этой батарейки 62 установлена на той оке последнее время на этой той оке ездит женщина и она приехала и сказала что автомобиль иногда глохнет включаю кондиционер машина глохнет и останавливается начал разбираться оказалось выше устроя генератор и поломка довольно таки интересная на малых оборотах генератор не дает зарядки вообще с добавлением оборотов зарядка ползет к 17 вольтам в результате этого привезли абсолютно обсухшую батарею и при этом высаженную приходится и с таким сталкиваться плотность 1 1.15 как видим 1.15 это остатки 1.215 прошу прощения 1.215 и это на остатках электролита электролит буквально я не мог набрать его даже ориометром ну то есть миллиметра 3 благо полностью вода не была выбита с этого аккумулятора какая-то часть электролита осталась и залива я по-моему блин дай бог помните в каком это году 60 или 90 миллилитров уже не помню так это батарейка у нас пришла с плотностью 1.22 также высаженная электролит электролит сильно потемневший это результаты ударных нагрузок генератора ну будем работать и вот для любителей гостов как работать с этими батареями по госту кстати давайте посмотрим есть у нас здесь гост а нету нету ни госта на аккумуляторских батареях ни даже технических условий написано что двойной ресорт 4 года гарантии кто бы их еще давал но не гостов ни технических условий нету и вот так вот приходится работать с такими батарейками и вытаскивать их до рабочего состояния обычными зарядными устройствами ну сейчас так это у нас это у нас 75 75 до гриба до 16,8 мы ограничим 16,8 на 3 амперах работаю третий день уже с этими батареями здесь у нас так а почему 3,6 так у нас здесь троечка должна быть 16,5 вольт так или а нет все правильно все правильно это 16,9 62 под грибу хотя первый день работы она едва едва выходила на 15,9 вот удалось тихим сапом разогнать ее да здесь мы добавим перепутал немножко крокодилы вот так 3,6 пойдет здесь у нас 16,5 на 75 ну что ж продолжаем работу с нашими расчудесными бедолагами прошло 30 минут после начала очередного дозаряда и как видим более свежая батарейки разогналась до 15,9 на 5 процентах более которая устаревшая немножко до 16,1 вольт для того чтобы убрать стратификацию и поднять плотность этого напряжения нам будет недостаточно поэтому мы разгоняем батарею поднятием тока нужно разогнать 16,2 16,3 вольта 4 ампера так появилась 16,1 ну давайте еще чуть добавим резко 4,4 вылезла так мы сейчас продинамим немножко промониторим так видим 16,2 вольта и вот этот до заряд мы будем делать на стуком 4,4 ампера пока нам в ампе не подскажет что заряд окончен что эдс выровнялась также добавляем здесь вот 16,2 увидели буквально на 0,2 амперчика добавили и ждем окончания этого до заряда по подсказки по подсказке 57 вымпева прошло 2 часа 12 минут и один из вэмпером нам подморгнул своим левым левым глазом и сказал что заряд окончен но заряд мы в данной ситуации можем я забыл об этом сказать можем мы закончить не только по наколке вымпева по прямой наколке будем так говорить что заряд окончен подсказывает но и по второму признаку если мы допустим на 4,3 ампера выставили 6,2 вольта и у нас идет просадка после того как ЭДС выравнивается но в настройках у нас там указано 17 вольт и он возможно не готов к такой надписи а окончание этого цикла мы можем увидеть по просадке напряжения когда у нас напряжение будет падать на более вернее не более чем 0,2 вольта то есть выставили 16,2 увидели 16 вольт все заряд прекращаем и даем батареи отстояться то есть этот очередная стадия или очередной цикл у нас закончен зарядник отключаем и снимаем крокодильчики чтобы полностью инертный заряд без просадки вымпелом поработал с этой батареей так ну давайте после этого очередного цикла замерим плотность и посмотрим что нам этот цикл дал итак мы видим 1,23 уверенных 1,23 да нет пожалуй 1,24 уже 1,24 ну что ж неплохо дадим батарейки остается минимум 2 часа и продолжим работу с этой батареей этот аккумулятор пока у нас заряд еще берет ну и по проценту заряда естественно у него было намного меньше чем батарейки поэтому он еще у нас кушает так я пошел дальше рубить дрова готовится на зиме возможно в этом году будет очень суровая зима а я растение теплолюбивое и дров свой прогрев не жалею ладненько пока останавливаем запись итак вторая тюменка мы проработали 3 часа 23 минуты и как видим напряжение у нас упало на 0,2 вольта при тех же параметрах тока давайте замерим плотность плотность у нас 1,23 почти что 1,22 с половиной 2,23 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 3,23 2,23 2,23 2,23 2,23 с этой батареей буду работать до 1,25 не более и отдам ее в эксплуатацию чтобы сульфаты сульфаты разбились естественным образом возможно даже разбитие не произойдет и батарея остановится на этой плотности долевать долевать электролит я не хочу и не буду потому как впоследствии после доливки батарея очень активно теряет мощности и как правило после доливки постороннего электролита появляется на батареях повышенный саморазряд так что как-то так работаем дальше итак батарейки отстоялись больше двух часов давайте подключим крокодилы и сделаем еще один цикл мотоцикл цикл цикл так что у нас плотностью 1,23 почти что и здесь у нас 1,24 почти что включаем зарядки на тех же настройках и погнали наших городских как закончится цикл еще сделаем одно включение на сегодня и будем считать что достаточно напряжение растет стремительно это хорошо по всей видимости придется поработать с батареей еще и завтра завтра ну а завтра уже посмотрим как батарейка будет подгребать к напряжению окончания заряда ладонька пойду пить чай вот друзья спустя час двадцать это батарейка закончила работу подъехали подъехали клиенты чуть продолжу чуть позже так ну клиенты уехали хочу договорить свою мысль дело в том что вот как видите две батареи поставили одновременно примерно у батареи равная емкость но различный разряд и различный срок эксплуатации поэтому когда приезжают клиенты спрашивают меня ну делаю замеры батареи и говорю примеру что батарея разряжена а ну разряжена ну сами зарядим и тут же спрашивают а сколько ее надо заряжать по времени и как правило меня вот этот вопрос он просто в тупик ставит потому что ну я не знаю что сказать читать им лекцию о том что ну вот эти вот все батареи заряжаются по разному не до всех это доходит поэтому наглядно вот буду показывать этот ролик чтобы клиенты смотрели становились моими подписчиками только так объяснять так вы давайте замерим что у нас плотностью включаем и давайте час двадцать что нам дал отдал твердые один двадцать четыре уже уверены 124 и сегодня на сегодня батареи работу прекращаем как буду работать в последующем я расскажу чуть позже с этой батареи пока мы еще будем работать так давайте посмотрим что там у нас здесь с плотностью так здесь также один почти 124 уже и батарейки как оказалось обе проблемные накопленная сульфатация накопленный разряд и вот только таким тихим сапом и можно эти батареи вывести на оптимальные показатели не на номинальные а на оптимальные без всяческих раскачек с помощью лампочек всего прочего ну давайте на этом сегодня нет мы не закончим чуть позже перед отъездом подключусь еще и посмотрим на вот эту батарею когда она закончит свой цикл ну что друзья под конец рабочего дня минут 20 назад сделал подпор для для разгона этой батареи до 16 и 2 вольт буквально еще минут двадцать наверное поработал в таком вот режиме и будем отключать зарядное на сегодня это все это все вот как видим два часа проработал наш очередной зарядный цикл и оставим эту батарею до утра до утра пусть поработает инертный или инерционный заряд и и с помощью такого вот пролонгированного действия сурфатики потихонечку начнут откисать и уже завтра утром мы посмотрим как поведет себя батарея после отстоя и так прошу 16 часов отстоя давайте первым делом замерим плотность так здесь мы видим практически 1.25 практически на 1.25 на этой батарейке и на этой у нас 1.24 уверенных 1.24 поэтому с этими батарейками придется еще поработать так сейчас подключу зарядное устройство зарядное устройство а пока хочу сказать что то хочу сказать а сказать я хочу вот этим комментатором которые упрекают меня в том что я занимаюсь кириной и кипячу аккумуляторы так вы прежде чем комментировать ну не знаю немножко буду сегодня мягко говорить постараюсь без матов но вряд ли получится немножко усвоить устройство аккумуляторов принцип работы все прочее не есть клиенты которые приезжают там 5-6 лет особенно там на тойотах на иномарках не тойоты не обязательно тойоты японские основном японские машины наши лады у которых аккумулятор отхаживает 5-6 лет были варианты что и 8 лет приезжала тойота штатная батарейка стоит о чем это может говорить ну когда он заявляет что два фактора либо малый пробег и автомобиль эксплуатируется строго по ГОСТу и второе что вот эти батареи которые ставятся штатно что боши на мерседесы там варты на ваги все прочее а комы на жигули потом так ну японские там филипп нет не филипп пионер по-моему блять а панасоники панасоники вот на японские автомобили все эти батареи с малым добавлением кальция и они прекрасно себя чувствуют уже при штатной зарядке 14 с лишним вольт малые пробеги батареи практически не выкипают ну при условии что доливается водичка батареи ходят и он приезжает и заявляет что да вот я 5-6 лет отходил ну за 5-6 лет он проехал всего на 50 тысяч сейчас многие производители от 50 до 100 тысяч дают гарантию на автомобиль 5 лет к примеру и там 50 или 100 тысяч пробегу естественно батарейка ну будем так говорить они выживают те батареи которые продаются это уже совершенно другое качество и пока новый конечно батарейка она очень легко ее вывести можно на штатный режим на плотность буквально там как два пальца об асфальт там 14,8 вольт достаточно потому что батарея не забитая начинается эксплуатация обычно если тем более по городу что у нас получается начинается частые разряды запуски слушаем музыку заглушив двигатель и потихонечку батарея высаживается при заводке генератор никогда в жизни аккумулятор полностью не зарядит по той простой причине что у нас генератор работает по напряжению то есть батарея набрала напряжение там допустим 14,2 вольта необходимый для отключения реле регулятора генератор отключается и так вот в этих пределах у нас поддержка идет но батарея заряд не принимает если она и принимает заряд так как у нас в основном либо гибрид либо кальций особенно кальций происходит что при заряде потихонечку сурфатики начинают у нас откисать растворяться превращаться в серную кислоту а так как у нас нет кипения кислота под действием гравитации под действием силы тяжести опускается вниз батарейки и здесь она накапливается естественно когда превышается необходимая плотность которую эту плотность не я рабочую придумал это придумали те люди которые придумали аккумуляторы там 1.27 1.28 все у нас сурфаты здесь уже не растворяется внизу но они и сверху не растворяются потому что нижняя часть батареи уже у нас не работает уже батарейка теряет в параметрах есть там деятели которые советуют разбултыхать батарею ну блин мужики разбултыхать это совсем не то что перемешать то есть шатать там какие-то станки придумывают блять чтобы батарейки вот так вот дергалась не получится не перемешается есть еще ну мой лайфхак кто-нибудь попробуйте можно трубочку от коктейля в баночку засовываем и дуем но одно единственное условие дуть нужно без кислорода то есть одним жевательным углекислым газом потому что если кислород у нас попадает лишний кислород попадает у нас в электролит а кислород способствует чему ну естественно окислению так что вот подумайте как можно продуть чтобы перемешать ну эту трубочку для для коктейля нужно опустить самый низ но если это не получится то только кипячение без него никак так это называется эквализейшн или по-другому контролируемый перезаряд так ну лекция пролетела продолжим нашу работу включаем зарядники и ставим те же параметры на которых вот мы начинали так 3 1 на этой батареи и на этой троечка чуть-чуть уберем троечка и сейчас и посмотрим как сейчас будут батареи долетать до напряжения окончания заряда вот что касаемо тюмени батареях на батарейках указан гост и по этому последнему госту напряжение заряда должно быть в пределах окончания заряда 16 2 вольта вот поэтому мы и будем стремиться к этому показателю если в этих окомовских ни технических условий ни гостов нет значит мы их лохматим до той степени до которой они могут догребсти вот допустим вот это вот у нас 16,8 нормально пойдет 2,3 ампера очень здорово вот это долетело до 16,6 ну тоже пойдет тоже отлично все ждем вот эта батарейка у нас уже практически готова плотность была 1,22 по прибытии ко мне сейчас плотность у нас 1,26 сегодня я думаю эта батарейка улетит к своему клиенту ой к моему клиенту к своему хозяину так ну ванненько будем смотреть как поднимается напряжение вот кстати вот эта батареечка так как у нее емкость уже меньше ну естественно у нее и заряд был побольше чем в этой подлетает более увереннее 15,8 уже пока я здесь занимаюсь балабольством 15,9 на глазах здесь мы видим пока 15,5 так а чего у нас упал ток добавим 3,1 здесь убавим до троечки вот это называется контроль визуальный контроль за зарядом вот так троечка пойдет в начале ролика я сказал по поводу всяких автоматических зарядных устройств но этот камень в огород не производителей не разработчиков это камень в огород владельцев которые посчитали что они взяли вот такое хитроумное устройство и одновременно взяли быка за рога прежде чем брать этого быка за рога вернее вы не путайте рога с хвостом потому что вы можете быка взять просто за хвост в чем проблема вот допустим вымпел как работает давайте разберемся с алгоритмом вымпела вымпел набирает нет вернее вымпел не набирает а отдает заряд батареи и отдает до тех пор пока не выравнивается ЭДС алгоритм устроен таким образом что как только выравнивается ЭДС оно может быть и на 3 амперах выравниться если сопротивление у батареи большое а может и до 0,6 ампер дойти это в зависимости от того напряжения которое мы выставляем конечное и все в эмпе у нас дает нам понять что заряд окончен и вот эта вывеска вернее вот это предупреждение оно его его нельзя игнорировать как многие это делают потому что вымпел нам подсказывает что заряд а заряд на самом деле идет он как шел так и идет поэтому можно запросто угонтошить батарею ну вот видим уже 16,2 очень легко и просто это батарея допрыгиваем здесь у нас 16,1 отлично и нам нужно зарядное устройство отключить от батареи что мы и делаем для того чтобы батарея за счет саморазряда за счет инертного заряда у нас до откисли если не до откисли то стали более мягкими размягчились сульфатики в этот момент происходит вот такая процедура что делает бережок там или зос он отключает полностью заряд и включает его по мере появления вот этого вот этой разницы ВДС батареи и ВДС зарядного устройства и вот он тонко тонко чувствует вот эту грань и вот порциями подливает 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 а алгоритмы то все равно вы задаете вручную вот это преимущество бережка и бережков зусов всего прочего а то что они умные там ну я лично в это не верю вот у меня батарейки допустим вот это вот вот батареи батарею привезли 14 года 8 лет батареи если бы за нее взялся бережок то я больше чем уверен что он ее бы угандошил потому что батареи очень огромнейшее сопротивление и при всем при том что батарея зарядилась 4 ампера она еще принимает и будет принимать вечно бережок этого не увидит у нас плотность уже по всем банкам отличная батарею по идее нужно списать но вот такой экземпляр появился в принципе как бы она выдает параметры которые ну пока еще тепло на улице камаз будут заводить слезно попросили чтобы батарейка батарейка батарейку слегка возбудить чтобы какой-то промежуток времени до морозов хотя бы эта батарея проработала бережок и ЗУС не справились бы с этой батареей и угандошили есть ролики на котором на которых я не буду пальцем тыкать на просторах интернета есть ролики на которых бережки убивают батареи и резко сдувает ее и их параметры вот поэтому может поэтому а может потому что я где-то немножко живоблю в смысле не хочу тратить лишние деньги на приобретение этих бережков я ими не пользуюсь для меня удобнее когда я вижу процесс заряда и для потребителя тоже это важно видеть видеть и понять процесс заряда не так что где-то там что-то поймал какую-то идею какую-то мысль и нужно постараться ее внедрить нет все элементарно и все просто на самом деле чем планомерней самый эффективный это планомерный заряд никакие там не дергание не прерывание прерывание мы делаем в виде отстоев но у нас работает инерционный заряд а сам заряд у нас проходит гладко по нарастающей как положено если мы будем дергать туда-сюда толку ребята не будет параметры это все пройдено вы думаете я не экспериментировал не делал доделал все все это прекрасно делал так ну че за время моего пиздежа батарейка долетела до 16,2 здесь мы видим то же самое практически вот вам гост по госту ну сейчас по идее эти батарейки должны еще подняться и ну будем смотреть будем смотреть как этот прогон у нас пройдет и уже по результату будем делать какие-то окончательные выводы друзья прошло буквально полтора часа и как вы видим один из вымпелов как выйдем один из вымпелов как видим один из вымпелов дал нам понять что заряд окончен вот час 35 прошло давайте посмотрим что у нас плотностью за вот эти полтора часика блин говорила мама не кури в зарядном боксе пока не долбанет не поверю так плотность у нас 1 25 но нам надо каким-то образом вымпел обмануть или наебать отключаем крокодил забиваем от 18,2 ставим это для того чтобы нам обмануть вымпел и чтобы он продолжил эквализирующим подключаем зарядник сразу видим 16 вольт и продолжаем работу продолжаем работу так вторая тюменка более-менее 16,2 напруга держится на 3 амперах и плотность потихонечку у нас растет электролитик как видим чистый как слеза так так эти fb у нас тоже отключились и их ставим в отстой так но здесь 127 в принципе можно с ней с этой работ с этой батареи закончить работу но лишний хрен в одном месте не помеха сделаем еще один дозаряд так здесь мы видим 1,20 124 но это батарейка была обсохшая долю туда очень много воды только эта девушка которая ездила на этом автомобиле знает сколько она ездила с такой неисправностью поэтому в этой батарее часть электролита уже преобразовалась совсем в другие структуры формулы писать не будем так ну что продолжаем работу с этими батарейками ага и видим что у нас напряжение шло уверенно 16,2 сейчас мы видим 16,1 минут 5 я подожду если изменений не будет то буду делать подпор будем делать подпор небольшой до появления напряжения в 16,2 вольта но пока посмотрим что там собаки гавкают хотя я и по камерам вижу а делать них хер пока отключаемся промок промониторил ситуацию минут наверное 5-10 стоит у нас напряжение 16,1 поэтому сделаем небольшой подпор чтобы поднять напряжение до 16,2 вольт 3,3 маловато ох бля 3,7 многовато вот 3,5 амперчика самое то так сколько там времени прошло сейчас нам зарядник подскажет сколько времени прошло с 16,1 вольт будем поднимать плотность вот таким образом да время прошло 14 минут 50 процентов заявляет вымпел что заряда в этом батарее но заряда в этой батарее абсорбация прошла успешно то есть батарея полностью заряжен и самый у нас такой процесс опасный осторожный который нужно делать с осторожностью это контролируемый перезаряд чтобы распределить весь электролит по всей плоскости пластин и по всему объему банок вот это нам необходимо сделать что батарейка у нас ходила и уверенно работала ну пока делаем еще один небольшой перерыв в записи вот друзья несколько включений не делал делал подпоры потому что были люди один за другим клиенты приезжали и вот как видим на этом на этой тюменке подпор уже достиг 4,1 ампер здесь 3,5 не забываем делать замеры плотности давайте сейчас замерим так плотность наша 1,25 с половиной 1,24 также 1,24 1,24 с половиной 3 сигнала по которым нужно комментироваться о прекращении заряда это первый сигнал падение напряжения при если мы догоняем ток до 10 процентов то есть возможно и такое падение напряжения 2 сигнал этот нам подсказывает вымпел и третий сигнал это повышение температуры выше 35 градусов пока у нас на этой батарейке в норме меряем здесь так же само 26 27 так же все пока у нас идет по плану так я не помню а меряем так с этими батарейками почти разобрался так ну-ка давайте измерим плотность 127 с этой батарейкой работу прекращаем и с этой дамской сумочкой 1 1 24 почти 25 еще один цикл будет проведен так появился еще один новый сожитель моего зарядного бокса так продолжаем работу проработали с подпором еще энное количество времени общее время 3 46 но как на показатель вернее на время как на показатель ориентироваться не надо потому что с каждой батареи это время этот показатель он может меняться в ту или другую сторону поэтому как точка отсчета время у нас не канает вот у нас показатели напряжения тока и самый главный показатель по которому мы один из основных показателей по которому мы прекратим заряд это температура ну как видим больше 30 вот 31 градус так на этой у нас то же самое поэтому батарейки мы отключаем от заряда выключаем зарядники и снимаем крокодильчики ждем пока батарейки остынут и даем два часа поиграть инерционному заряду с нашими батарейками делаем как говорится отстой полный отстой до остается батарейкам два часа давайте замерим температуру 30 29 батарейки не остыли так давайте замерим плотность так плотность у нас по ариометру 1,24 но так как на батарейках 30 градусов точку можно смело добавлять то есть 1,25 плотность в этом и в этом у нас плотность 1,25 реальная плотность будет 1,26 напомню что корректные показатели плотности при плюс 20 градусах блять или плюс 25 что то я сегодня запарился на улице 30 градусов сентябрь называется дышать нечем так ну давайте сделаем еще один циклик часовой потому что время заканчивается сделаем еще один дозаряд и на сегодня хватит хватит так выводим к исходникам 3,1 и здесь трешечка трешечка вот вот так вот да в принципе блять сделаем еще один дозаряд и на сегодня работу с этими батарейками прекратим чует мое слабое сердце что придется наверное с ними поработать еще и завтра опять сделал подпор чтобы разогнать батарейки до 16,2 вольт на более старше батареи 4,4 так что помоложе 3,6 и стараемся выдерживать это напряжение отработаем с ними еще хотя бы на сегодняшний день 1 час ну что друзья на сегодня дискотека наверное наша закончилась расходимся по домам так но на вот этой более свеженькая подпор делала до 3,7 ампер и бляха муха на этой 4,9 отключаем зарядники и отсоединяем крокодилы бонусом давайте отключу вытяжку бонусом давайте замерим что у нас получилось с эфбишкой вот этой вот эфбишкой которую долбили нещадно эксплуатировали так что у нас что у нас получилось так технологии фб и 750 ампер батарея осталось четыре часа и в принципе для замер до сих пор не корректор но дело в том что батарея завтра с утра видимо по моему приезду сразу заберут потому что молодой человек соскучился по музыке соскучился по езде и для двухлетней батареи для двухлетней батареи в принципе с таким режимом эксплуатации показатель очень даже ничего 713 ампер батарейка выдает пусковой ток 387 ом 387 ом сопротивление так как мне написал один блин не буду я говорить полное слово на букву d короче ты как ты меряешь блин что у тебя за замеры это то холодные прокрутки ты должен мерить минус 18 градусов блять ну чё я могу сказать ребята давайте жить дружно так переобуваюсь блин жара на улице до сих пор тридцатка стоит и еду домой под душ ну что друзья прошел любимый наш временной промежуток 16 часов и давайте начнем наш рабочий день и нашу сегодняшнюю дальнейшую работу с замером давайте замерим по тестеру сим показатели потому что возможно я после работы буду звонить клиентам с этими батареями сегодня надеюсь их добить так это у нас 550 совершенно в дырочку ну 80 процентов нс отличная так а что у нас с плотностью плотность 1 1 26 еще один цикл сегодня сделаю и буду звонить клиенту чтоб забирал так следующий наш пациент так здесь у нас 580 ампер обычно 580 100 процентов 592 ампера батарея выдает давайте посмотрим плотность эта батарея готова а нет тоже 1 26 1 26 показалось что 1 28 1 26 также еще один цикл но общую картину уже нарисовать можно батарейки нормальные с учетом того что это батарейки 3 года 80 процентов замечательный результат так ну давайте бонусом проверим эти батарейки эту батарейку должны должны забрать плотность 1 28 должны подъехать забрать я клиенту уже позвонил давайте с ними показатели по его пар ее параметрам эту с ней жестко конечно поступали с этими двумя евешками так и fb и 750 ампер после отстоя 90 процентов с учетом нрц отличная 1277 с учетом того что эту батарею над ней очень сильно издевались я думаю что показатели приемлемые для двухлетней батарейки в любом случае батареи должны терять параметры по мере эксплуатации по мере износа так он это сколько у нас там не помню какой пусковой ток что там у нас так 600 ампер заявлено это 600 ампер ну давайте глянем вот эту пережаренную батарейку батарейку так и 600 ампер дай блин назад 600 ампер ну как видим сто процентов батарея вытаскивается этой батареи три года и она хоть и пережаренная была практически обсушенная нрc 12 98 ну еще какая-то стратификация осталась с этой батареи я буду работать до плотности 125 126 не более а сейчас у нас до 125 мы видим потому как во всем нужна мера и в заряде также нам главное не допустить перезаряда батареи чтобы у нас не пошел вторичный электролиз и не разбить электролит на составляющие так подключаем зарядники и проведем еще один цикл нам нужно вытащить плотность до номиналов и только после этого будем звонить клиенту так сразу же ставим номинальный 3 и 1 ампера выставляем здесь выставляем 3 вот так и проведем еще один цикл до поднятия плотности буквально моментально это батарейка которая постарше до гребра до 16,2 вольт та которая помоложе 16,4 вольт та отличное здоровье прошло 23 минуты были клиенты запись включил чуть попозже это говорит о том что батарейки омолодились воспряли духом и легко набирают напряжение окончания заряда которое нам требуется вот здесь что-то 3,1 выпрямленного можно чуть-чуть убавить а можно оставить ничего страшного не будет ну что ж продолжим работку друзья но опять забежал немного вперед предполагаю что это будет последний у нас зарядный цикл с этими батареями как видим подпор на старшаке делали делал до 4 ампер 16 2 держится на молодухе подпор до 5 ампер дошел и на 5 амперах уже 16 напряжение упало до 16 3 вольт но сейчас мы заряд будем прекращать потому что поднимаясь температура как видим тридцать четыре градуса на этой батарее ну с этой батарейки можно еще чуть-чуть поработать эту эту молодежь мы отключаем все-таки сульфатация глубокая и застарелая поэтому так плохо растет плотность но здесь плотность уже 127 на этой батарейки в принципе сейчас пару часов остается если она дойдет при этой температуре более 30 градусов одну точку можно смело накидывает то есть 127 теоретически при температуре 20 градусов здесь будет 128 так в этой батарейки у нас плотность также 126 126 с половиной 127 с половиной так эту батарею отключаю от заряда с этой батареей мы еще поработаем чуть-чуть и как только на 4 амперах будет снижаться напряжение отключим ее также дадим ей отстояться нежелательно повышать температуру при заряде выше 35 градусов хотя у всех там при мутах прайсах рекомендациях температуру указано 45 градусов я не позволяю батареям нагреваться выше 35 иногда даже при 30 градусах отключаю заряд что будем ждать будем смотреть пойдет у нас дело дальше кстати интересная батарея тоже пришла этот парс и впечатление пока от нее двоякое но это уже у нас будет совсем другая история батарея батарея у нас у нас процентов по слуху батарея батарея у меня есть слабое подозрение что батарея все-таки одна из банок деградирует но пока не буду забегать вперед так эта батарейка у нас 21 года или 20 да 18 19 года у нас с ней попроще будет оработка ждем результат будем так говорить предпоследнего уже до заряда все-таки я думаю еще один до заряда потребуется ну друзья как видим вымпевок нам также подсказывает что заряд окончен отключаем отключаем зарядник скидываем клеммы чтобы не давать нсс теряться за счет вымпева нсс нужно упасть естественным образом давайте заглянем полюбуемся плотностью так так да уверенных 126 126 меряем температуру 32 градуса 33 34 так 32 33 градуса то есть точку можно смело добавлять вот здесь будет 127 давайте дадим отстояться батарейкам парочку часов и возможно еще один цикл сегодня сделаю и посмотрим на результаты еще одного до заряда прошло два с лишним часа отстоя у меня остался час рабочего времени давайте замерим температуру батарейки так ну 28 28 28 здесь 27 28 29 батарейки остыли проведем еще один цикл проведу еще один цикл проведу еще один цикл давайте замерим плотность так уверенных двадцать шесть с половиной один двадцать шесть с половиной есть здесь у нас еще здесь уверенных один двадцать семь один двадцать семь видим ну температура близкая к 30 поэтому точку можно смело добавлять так давайте включим зарядник опять вернемся к исходному к 3 амперчикам и будем подпирать на этом 16,2 на молодой тюменке будем подпирать до 16,4 вольта час зарядники пусть поработают и буду звонить клиенту чтобы завтра с утра эти батарейки забирал сегодня сделаю еще одно включение записи и на этом наш ролик будет завершен час 03 проработал с этими батареями будем считать что это завершающий цикл и давайте с обыденного замерим температуру 32 градуса 33 нормально то же самое в принципе так где мой ариометр давайте замерим плотность плотность 1,27 при условии того что на батарейке 30 градусов после охлаждения остывания будет как раз 1,28 здесь тоже самое 1,27 батарея остынет до утра дойдет сейчас звоню клиентам потому что надо эти батарейки отдавать показания тестером снимать не буду вы их прекрасно видели утром и эти же показатели а возможно даже чуть получше будут на момент сдачи клиенту этих батарей ну что друзья давайте подытожим как видите вроде батареи обе одинаковые с виду но в принципе работали с ними по большому счету по разным и что на это повлияло во первых возраст разный условия эксплуатации разные это батарейка ко мне попадает уже по моему третий раз за так три года и три раза ее полностью усаживали но это у нас еще более такой легкий случай высадки привозили эту батарею полностью высажены там по моему до 5 вольт что ли что то такое припоминаю это тоже повлияло на то что ну по любому батарея батареи теряют своих параметров плюсом идет именно отношения каждая глубокая просадка она впоследствии дает о себе знать эта батарея с маленькой эксплуатацией но с неправильным разрядом потому как как тяговую батареи стартерной батареи использовать тоже нельзя но хотя параметры вы сами видите сто процентов она вытягивает и пусковой ток у нее тоже не неплохой будем так говорить так что друзья вот таким образом я работаю хочу сказать кого не устраивает мои методы работы проходите мимо не пишите пошлость а кому мои советы окажутся полезными буду только очень рад ближайший ролик не знаю когда буду снимать потому как честно говоря вдохновение нету но записываю свои ролики чисто по своему энтузиазму монетизации никакой у меня нету день ни копейки я с этого еще не получил и вряд ли когда получу ну на душе приятно когда кому-то мои советы будут окажутся полезными заключение всем добра удачи здоровья берегите свои батарейки всем пока